Настоящий олений рай разместился на 12 гектарах в Мозорском районе. Постоянно полные кормушки, лес, где можно спрятаться от зноя, неиссякаемая проточная канава, круглосуточная защита от хищников и людей. Благородные олени, закупленные в Прибалтике по госпрограмме, на Мозорщине прочувствовали, что такое настоящее белорусское гостеприимство. За это время стадо съело около 5 тонн овса, 7 тонн сена, около 2 тонн моркови, картофеля, капусты и яблок. В общем, благородных оленей баловали. И результат не заставил себя ждать. Создание идеальных условий, чтобы плодиться и размножаться, себя оправдало. На Мозорщине на свет появилось 17 оленят. Прошел уже биологический год для наших оленей, которые были закуплены и поставлены в декабре прошлого года. Все олени перезимовали успешно. Им здесь очень хорошо было и понравилось, потому что корм своевременно им предоставлялся. Вплоть до самого выпуска. Единственное, что пару дней на голодном пайке, чтобы действительно им было адаптироваться легче в природе. То есть перезимовали хорошо. Потомство у нас тоже хороший приплод дали самочки. 19 самок взрослых отелились, из них 17. То есть у нас 17 телят. Это более чем 90% отел. Это очень успешный отел. За время адаптации на Мозорской земле в стаде выстроила щетка иерархия. Один альфа-самец, два, так сказать, его заместителя. Вокруг лидера образовался гарем. Охотоведы говорят, скорее всего, на воле стада распадется на несколько. Всего в нем сейчас насчитывается 59 голов. В любом случае держать вместе их дольше нельзя. Между самцами все чаще стали вспыхивать конфликты. Но благородные олени и в лесу без поддержки людей не останутся. Мы выпускаем их в дикую природу. Будем за ними контролировать. Вот эти зоны, они будут особо охраняемые. Выпуск производится в зону покоя, где вообще охота запрещена. Это как заповедник образно, если приравнять таким простым обывательским языком. Это является заповедник. Там запрещена всякая охотническая деятельность. Кроме биотехнических мероприятий, которые мы уже сделали там. Для оленя мы сделали солонцы, сделали такие же кормушки, поставили. Будем подкармливать и в зимний период. У нас есть все для этого возможности. И кормовая база есть хорошая в этой зоне покоя. То есть как бы вот успешно перезимовали, успешно подготовлены к выпуску. На то, чтобы убедить оленей отправиться в лес, понадобилось время. Поначалу благородные животные без особого энтузиазма восприняли предложение поменять сытую жизнь на вольное хлеба. Но после стада все же покинуло вольер. Охота на них в ближайшие несколько лет будет запрещена. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.